Уже прошло два месяца, как в Люберцах заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Это специализированный центр, где оказывают помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей. Чем живет новая организация, расскажем в следующем сюжете. Мирные жители в зоне боевых действий – это вообще отдельная история, и это отдельная трагедия, отдельный ужас. В Центре поддержки участников СВО сегодня урок мужества. Это одна из важных задач, которую выполняют сотрудники фонда. Рассказывают детям и молодежи правду и дают ответы на важные вопросы. А в другом помещении тем временем кипит другая работа. Волонтеры плетут для бойцов маскировочные сети. Людмила Копцова приходит сюда три раза в неделю. Мы должны все делать все, чтобы быстрее это все у нас закончилось, нашим ребятам помочь. Друзья воевали и воюют. И такой мой вклад мне. То есть это доставляет удовольствие, что я какой-то хоть небольшой вклад делаю для наших ребят. Участники СВО, ветераны боевых действий, их семьи – здесь частые гости. Это место, где можно собраться и обсудить насущные проблемы с руководством округа. В марте месяца он собирается в отпуск. И вот когда он приедет, нам нужно обратиться к человеку по поводу вопроса выхода на пенсию. У него как раз стаж, сейчас совместный стаж идет в гражданстве 12,5 лет. И военный получается 12,5 лет. И он хотел бы выйти на военную пенсию. Куда вот тоже, где вот это узнать, эту всю информацию. В этом центре участники СВО и их родственники могут получить социальную, юридическую и психологическую помощь. На постоянном контроле и под пристальным вниманием находятся 762 семьи, в которых воспитываются более 500 детей. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.